Привет ионимоводы! Сегодня мы с вами будем формировать и пересаживать ионим медный чайник. Во время зимы очень многие растения вытягиваются, теряют листовую массу, ветки становятся тонкими, само растение выглядит непрезентабельно, ну и конечно же за зиму оно теряет цвет, а все потому что не хватает солнца. Даже на моем юге, говоря уже о более северных широтах, где не только дело в отсутствии света, но еще и хорошо работающие батареи и сухой воздух. Ионимы, конечно, это все не любят, поэтому приходится их приводить в порядок. Сегодня мы будем с вами приводить в порядок ионим медный чайник, вот этот горшочек. Посмотрите, насколько розетки потеряли листву, стебли вы тоже видите хлипкие, тонкие, изгибающиеся. Все это мне не нравится. И на контрасте я хочу вам показать идеальный экземпляр моего медного чайника, который есть у меня в коллекции. Я для этого даже привстану, чтобы вам было лучше видно. Вот посмотрите, какой пышный куст, насколько я довольна этим растением, которое я получила. Понятное дело, что все это у меня образовалось не за один год, то есть этому экземпляру года три. Но, тем не менее, вы видите и крупные розетки, и толстенькие стебли. Все, как я люблю. Пышный куст, замечательный. Вот таким я хочу получить и второй горшочек. Для этого мы будем с вами сегодня работать. Да, отмечу, вот если мы сейчас заглянем внутрь горшочка, то мы увидим, что я в свое время и сносила голову, и получала ветвление. И, ну, этого не видно, но поверьте, я углубляла, чтобы вот эти вот розеточки были уже крупными, большими, сочными. Медный чайник при загаре имеет коричневатый оттенок, такой красно-коричневый. Действительно, именно поэтому получил название «Медный». Почему чайник? Ну, наверное, посозвучу, да? Что у нас бывает медным? Ну, наверное, медный чайник. Еще покажу вам этого красавца. Запомните, как он выглядит, и отставлю его в сторонку. Давайте присмотримся, что именно меня сейчас не устраивает в этом растении. Значит, вы видите, что розетки изгибаются в обратную сторону. То есть, если у бедного чайника мечты розетка чашевидная, размером с мою ладонь, вот она вот так выглядит, да, то здесь розетки стремятся вывернуться наизнанку. Это верный признак того, что ионему жарко. Вот если ваше растение выглядит так, значит, ему жарко. Других причин быть не может. То есть, вы начинаете мне рассказывать, ну, что тут, ну, на самом деле, не так уж у меня там солнце полит, и не такая уж высокая температура. Ну, поверьте, не надо спорить, просто попытайтесь предоставить более прохладные условия. Так происходит, ну, это еще средний вариант. Чаще всего листья вообще выворачиваются наизнанку, ну, совершенно. Это говорит о том, что с одной стороны у него хочет расти, и серединка у него более или менее светлая или зеленая. Но из-за температуры он не понимает, что ему делать, и он выворачивает листья. Дальше. У меня здесь был опыт в прошлый сезон срезать верхушечные розетки, чтобы добиться ветвления. Да, ветвление пошло, но ветки тонкие. Это меня тоже не устраивает. Особенно вот эти ветки на центральном стебле. Вы видите, что совсем тонкая ветка, я буду от нее избавляться. Ну, давайте вот разбирать эти все черенки и с каждой посмотрим, что делать, что будем предпринимать. Сажать будем в этот же горшок, по объему, как бы он меня устраивает. И сейчас просто разберем, что здесь у меня есть. Значит, отдельно вот этот черенок я оставлю. Я просто его немножечко заглублю. Тут корни срезать даже нет смысла. Вот здесь изгибаются стебель. Я эту розетку срежу совсем. Вот она. Срежу также вот здесь. Эти отвалились сами. Настолько тонкие. Видите, вот здесь стебель был. Так, что мы делаем? Мы отрезаем. Оставляем толстенькие. Кто-то хватается за сердце, когда я так поступаю. Но что поделать? Мы же хотим красивые экземпляры получить в свою коллекцию. Обновлю сейчас эти срезы. Выбрасывать не буду. Сейчас период роста. Растет все. Надо сказать, что в предыдущем видео, где я показывала вам ионию розу корнула, и я оставляла нижние части с присказкой, что, скорее всего, ничего не получится. Слишком они старые. И, тем не менее, сегодня я посмотрела уже на них капельки новых почек. Так что, вполне вероятно, и эти пеньки. И дадут что-нибудь, мы их тоже выбрасывать пока не будем. Ну, а что касается всего того, что здесь у нас осталось, будем сажать в тот же самый горшок. Я каждый раз, практически каждый раз, когда я сажаю на ваших глазах, я произношу, что я грунт использую. Самый, что ни на есть, дешевый, универсальный. Тем, кто не верит, вот сейчас покажу мешок, который у меня здесь рядом стоит. Я покупаю большими объемами. Это для тех, кто не верит и думает, что я для роста использую нечто невероятное. Совершенно все самое обычное. Более того, удобряю я всего один или два раза за сезон. То есть, весной этой я сейчас полью один-два раза с удобрениями и все. То есть, самый-самый проверенный способ, как активизировать рост илониумов, это предоставить ему низкую температуру. Причем низкая температура это, ну, вплоть до 5 градусов. То есть, 10-15. А то мне говорят, ну, как же, у меня в квартире прохладно, плюс 17. Ну, друзья мои, 17 это прохладно для вас. Илониумы любят 10-12. Вот если у вас есть такая возможность, а еще лучше на свежий воздух, если у вас открытый балкон или у вас лоджия. Если есть возможность такая, сделайте это и посмотрите, как илониумы на глазах будут преображаться. Почему я про грунт опять заговорила? Потому что, ну, сил моих нет. Вот сколько я уже, по годам, да, на канале я уже сбилась со счета. И вот каждый раз меня спрашивают, использую ли я лечузу. Нет, лечузу я не использую, потому что в ней пролонгированные удобрения. Нельзя пролонгированные удобрения, потому что они растворяются постепенно, а у нас на носу с вами спячка. И что вы будете делать? Кстати, у него пора спать, а вы его кормите насильно. Понимаю, что не очень хорошо вам видно, но я сейчас постараюсь, чтобы вам было понятно. Я вот этот черенок сейчас тройной, прямо вот так запихну в горшок поглубже. Ну и добавлю, что тут у нас еще оставшиеся череночки. Все в один горшочек. Лучше я потом отсажу то, что будет мешать росту остальных. Я перфекционист, и я оставляю в своей коллекции только самое красивое. Наверняка вы точно так же поступаете, да? Только самые мощные, самые крупные растения. Поэтому вот если снова будет что-то такое маленькое, хлипкое, я отсажу в другие горшочки, буду снова и снова пересаживать, провоцировать до тех пор, пока не будет нормального роста. Ну вот, смотрите, сейчас вот так я оставила тот большой крупный черенок. Эти большие розетки я укоренила. Они сейчас пойдут в рост, укоренятся. Если вы боитесь резать, то сейчас самое время. Сейчас это на моем календаре начало апреля. Вне зависимости, когда вы смотрите это видео, лучше черенковать до середины апреля. После уже лучше не стоит этого делать, потому что потом уже температура повышается. При плюс 25 ионимы начинают впадать в спячку. Вам нужно успеть укоренить свои черенки до того, как вот ионим начнет засыпать. Еще раз покажу ионим медный чайник, то, как он у меня выглядит в моем коллекционном горшочке. Всем желаю таких же растений. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok